Ну а сейчас поговорим уже о здоровье человеческом. О человеческом здоровье. Мы пригласили в нашу утреннюю студию профессора, доктора медицинских наук Адика Левина, который получил почетный знак за заслуги перед Таллином, за гуманную медицину. И сегодня мы узнаем, что такое гуманная медицина, а также о семи правилах правильного питания. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну давайте с гуманной медицины и начнем. Вы действительно некое новое ответвление в медицине создали, признаваемое во всем мире. Да. Дело в том, что в 79-м году была открыта новая больница Мостами. И тогда я вообще не имел представления о этих вещах. Но мы поместили маму с ребенком. Я потом начал заниматься наукой. Был всесоюзный эксперимент. И в 91-м году по этой теме защитил докторскую диссертацию. Но когда я в 90-х годах стал ездить по Западу, я увидел все то же самое, что было при советской системе. Только идеология была другая. Мама была опасна. Это было в СССР. А на Западе мама устала после родов. Она не может быть с ребенком. Поэтому система была одна и та же. По сути дела, мы были и первые в мире. Ну, одни из первых, будем так говорить. И, в общем-то, в начале 90-х годов у меня родилась идея составить философию гуманной медицины новорожденных. Я вам могу сказать, что вся медицина в настоящее время – это огромный бизнес. И гуманизация отдельных отделов медицины – это самое главное. Я думаю, что гуманизация в медицине новорожденных, она положительно сейчас двигается по всему миру. Ну, например, этот метод, который мы разработали, кстати, эти научные работы, которые были сделаны в 80-х годах, еще сейчас на Западе нет их. Но смысл заключался в том, что раньше мать была всегда изолирована от своего ребенка. А вы сделали так, что убедили всех, что их нужно держать вместе, потому что присутствие матери очень сильно влияет на развитие. Ну, в роддомах они вместе. А я говорю про недоношенных и про больных. Про патологии, да. Вы работали педиатром до 2004 года, а потом занялись тематикой здорового питания. Почему вы так резко поменяли направление? Вы знаете, в чем дело? Я, когда ушел, я понял, что я все сделал в больнице. Создал отделение, создал коллектив. Вывел это дело на международный уровень. И, в общем-то... Нужны новые вызовы. Да. И здоровье было не очень хорошее. Ваше, лично? Да. И я занялся индивидуальным питанием. И я вам должен сказать, что я понял, что каждый человек должен сам себе помогать. Я колю инсулин. И я вам могу сказать, что это очень сложно жить, но я сумел найти свой рецепт. И поэтому очень часто выступаю перед людьми. И те люди, которые начинают понимать, что надо друг другу помогать и надо самому себе помочь, те люди ищут помощи, а кто сам себе помогает. Вот у меня сегодня утром сахар 5,1. Совершенно нормально. Я сумел рассчитать. Норма 5,5, да, по-моему? Ну, до 6, будем так. У вас вышла книга «Семь золотых правил питания». Получается, что всего 7 правил, которые можно соблюдать и таким образом не только поддерживать свое здоровье, но еще и излечить себя от каких-то хронических заболеваний, как это сделали вы. Да. Что за правила? Вы знаете, их 7, но их может быть и 17, может и 27. Но я просто для себя выбрал 7 самых главных. Но я вам могу сказать так. Первое – это индивидуальное питание. Это очень сложный процесс. И это новое направление в диатологии. Второе – это надо следить за весом. И тот эксперимент, который был проведен в Америке, где они отказались от жира и стали больше углеводов употреблять, вы видите, что у них там произошло. Ожирение сколько... То есть люди... Сколько бы жира ставили. Потом очень важно, что я за то, что надо думать о том, что сахара много есть нельзя. Что те люди, которые утром пьют кофе и кладут 3 ложки сахара, они уже сахарные наркоманы. Поэтому сейчас об этом говорят, и это очень важно, что говорят, что это вредно. Это третье правило. И мы даже слышали, что вы выступали за как раз-таки налог на напитки с сахаром. То есть вы сейчас поддерживаете вот эту спорную тему, когда повышается налог на прохладительные напитки. Знаете, я врач, я не политик. Я вам могу сказать так. То, что сейчас мы говорим про это, и люди слышат, что дети не употребляли бы столько много сахара, это уже большое дело. Соль. Надо убрать сольницу со стола. Минимально надо кушать соли. Овощи. Вот овощи и фрукты. Это длинная тема, но я могу сказать так. Сейчас, когда заходишь в супермаркет и не знаешь, что покупать, потому что все, что нам издалека привозят, мы не знаем, какого оно качества. И еще могу сказать одну очень важную вещь. Это мы покупаем свежую, скажем, свежую цветную капусту. А на самом деле, если она две недели пролежала, там уже ничего нет. Надо покупать замороженное. Видите ли, в чем дело? Производитель думает всегда о доходе. А мы должны думать о своем здоровье. Ну, видите, вот все те вещи, которые вы озвучили, они вроде бы такие простые рекомендации, настолько очевидные. И я думаю, что вот сейчас ни мы, ни телезрители для себя вот в таком смысле Америку не открыли. Но почему же у нас тогда так много проблем, если мы все это знаем сами, казалось бы? А потому что человек так создан, что он не думает про это. Понимаете, когда человек вечером будет ложиться спать и не будет думать только о работе своей завтра, а будет думать, как и где он будет кушать, вот тогда он начнет эти простые правила уже соблюдать. И таким образом он сможет сам себе помочь. Как поддержать свое здоровье с помощью питания? Нужно составлять, например, какой-то план на неделю или только на следующий день? Нужно носить обед с собой на работу в коробочке или все-таки можно питаться в столовых на работе? План, я бы сказал так, план на всю жизнь надо составить. А вот что доктор думает, сейчас узнаем. Я вам скажу так, и то, и то надо. Понимаете, нельзя ни одного человека в какие-то рамки помещать. Каждый человек сам должен думать, как он будет сам себе помогать. Я, например, считаю так, что если ты сидишь все время за рулем и заходишь в статойл, в эти самые... За гамбургером. То это плохо. Надо иметь мешочек такой или пакетик с сухофруктами или изюм или что-нибудь еще. Когда кушать человек захочет, он возьмет свою еду, а не будет всю вот эту еду употреблять, которая для нашего здоровья просто вредная. Что ж, благодарим нашего гостя. У нас в студии был Адик Левин, доктор медицинских наук, недавно получивший почетный знак за заслуги перед Таллином. С чем мы вас еще раз поздравляем. Адик Левин, доктор медицинских наук.